В сравнении с праздничной мартовской неделей число больных ОРВИ выросло на 13%. Ну а в целом эпидемиологическая обстановка в регионе не внушает опасений. Коронавирус и грипп идут на спад, говорят специалисты. Грипп, да, но были как в прошлом году были единичные находки, так и в этом году единичные находки. И сейчас, соответственно, в марте уже отмечается также снижение регистрации. Если мы в декабре, в январе регистрировали побольше цифры, там в районе 10-15 в неделю, то есть сейчас это совершенно единичные находки. Коклюш также отступил. Сейчас случаев регистрируют почти в 4 раза меньше по сравнению с пиком в конце прошлого года. Подобный неожиданный эпидемиологический подъем стадневного кашля связан с цикличностью заболевания. В среднем оно проявляется каждые 3-4 года. Несмотря на спад этой и других болезней, часть школьников и детсадовцев сидит дома. В целом закрытых целиком школ и детских садов сейчас нет. Единичные также классы в отдельных школах есть. То есть на сегодня, по данным Министерства образования Алтайского края, закрыто 51 класс в 26 школах и 111 групп в 23 детских и школьных учреждениях. Март по традиции завершает череду роста заболеваемости по сезонным простудным и вирусным инфекциям. Правда, эпидемиологи всегда на готове. Ведь на днях россиян предупредили о возможности очередной пандемии. Ее потенциально может вызвать новый штамм вируса птичьего гриппа H7N9. Сейчас он регистрируется на Тайване, в Китае и Юго-Восточной Азии. По данным московских экспертов, он находится всего в одной дополнительной мутации от раскрытия пандемического потенциала. Так что медицинские маски все еще можно не снимать. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.